Искрометный юмор веселых и находчивых. В Мурме прошел полуфинал четвертого сезона городской лиги КВН. Семь команд из Мурма Владимира Коврова и Москвы боролись за выход в финал. О том, кто стал на ступень ближе к победе, в сюжете. Создали настроение, рассмешили до слез. Готовые к нешуточной борьбе КВНщики впервые играли по новой схеме. Четвертый полуфинал открыла разминка с залом. Не обошлось без шуток про главу округа. Что делать, когда нет, но надо? Спросите об этом, про школы, что в городе я там живет. Он с этим вопросом ложится, он с этим вопросом встанет. Шутили про любовь, политику, студенческую и школьную жизнь. Продолжили нешуточные баталии и приветствия команд. В состав четвертого сезона Муромской лиги КВН вошли семь лучших, прошедших отборочный тур. Муром представляли сборная школ округа «Просто», командами ВЛГУ «Давайте решать» и женская сборная МПК «Незабываемая». Каждый выход команд на сцену вызывал смех и бурю оваций. Муромская лига КВН, которая была образована 4 года назад, сегодня по праву может считаться, если не сильнейшей в области, то по крайней мере на равных конкурсах с областной Владимирской лигой. И в целом все это дает на пользу развитию КВН-движения, а значит наша молодежь и возможность заниматься любимым, интересным и полезным делом. Муромский зритель купал в аплодисментах и команды из других городов. Любимчиками вечера стали команды из Владимира «Время есть» и фавориты отборочной игры четвертого сезона «Крышка Люка» из Москвы. 2018 год признан годом волонтер, но даже волонтеры бывают разные. Итак, представьте, гопник – волонтер. Полиция! Полиция! Девушка, полиция, вспоминаю прямо, а потом налево. Спасибо большое! Традиционно всех КВН-щиков и зрителей ждал сюрприз из высшей лиги. Гостем вечера стала старая, добрая и всеми любимая уральская команда «Уездный город». На зимней-зимней рыбалке со своей женой. Ты прости меня, пожалуйста, за то, что я про твою рыбалку такое говорила. Дай хрявнуть. Так как мы поклонники или муромцы, мы волновались очень сильно. А потом с большим любопытством смотрели на игру совсем молодых и вспоминали себя, какими мы были, когда тоже только начинали. На самом деле зал очень приятный. Зал очень добрый, теплый. Да, теплый, с отоплением самое главное. И особенно, конечно, порадовало, что руководство города так относится к этому. Конечно, с таким трепетом, с таким ним. По итогам полуфинала первое место у Владимирской команды «Время есть». Актер этой же команды Артем Успенский получил награду в номинации «Мистер КВН». Лучшей актрисой стала Анастасия Павелко из «Крышки Люка». Приз за лучшую шутку достался спортсмену из Владимира. Команде еще подход. Из семи команд финал прошли только пять. В последней игре сезона муром представит лишь одна сборная школьников «Просто». Спасибо городу Муром за очередной теплый прием. Мы уже не первый раз. И каждый раз сюда приезжаем с определенными эмоциями и уезжаем тоже с определенными. Но в этот раз их просто перебор, потому что мы выиграли эту игру. На самом деле для нас это было очень важно, потому что мы приехали неполным составом. И вообще, честно говоря, были немного неуверены в себе. Но, как показывает КВН, это игра и может случиться все, что угодно. Самые веселые и находчивые снова встретятся на сцене уже в декабре на финальной игре четвертого сезона Муромской лиги КВН. Главный пресс сезона – 100 тысяч рублей на поездку в Сочи. Мария Жукова, Руфин Мухамедьяров. Новости Муром.